шесть секретов отношений возможны только между близкими людьми поэтому я их сразу раскрою чтобы у вас не было иллюзий по этому поводу все эти секреты шесть секретов мобильник как там оказался как он там отказался а это наверное сюрприз да хорошо не на голову все последние мозги бы отбил ну ладно итак сила в отношениях увеличивается неизмеримо если в отношениях люди обладают шестью качествами первое качество это способность принимать дары принимать что-то от человека часто мне пытаются что-то подарить я не готов не всегда готов принять это означает отношения будут углубляться вторая способность давать дарить третья способность открывать сердце правильно открывать сердце часто женщины склонны открывать сердце пытаться открыть сердце мужьям но часто делают это неправильно поэтому мужья часто не способны открытие сердце выслушивать и способность принимать откровение открывать сердце принимать откровение способность кормить способность кушать с любовью древней культуре даже близкие люди они кормили друг друга руками вот так обмен кормили друг друга это усиливает многократно отношения близкие но что такое близкие отношения не близкие в этом заключается смысл нашей беседы у нас есть больше света может быть в зале больше света или нет нам свет именно в зал нужен потому что я не вижу аудиторию да вот это важно о теперь вас я вижу здорово мне нужно контакт с людьми они не концертная программа лекционная но это всего лишь просто вступление наша беседа будет сегодняшняя больше мы классифицируем вообще виды взаимоотношений в этом мире все потом начнем простепенно продвигаться вперед по этим взаимоотношениям сначала будем говорить о тех которые более актуальны для нас потом те которые более важны и так далее самое важное это правильно относиться к себе если человек правильно построил отношения с собой то тогда все остальные отношения взаимоотношения он способен выстроить человек не может правильно относиться к себе если у него нет отношения с богом потому что мы души по природе и душа по своей природе, она отражает то, что она видит. Поэтому очень важно для человека получить соответствующее нужное и правильное воспитание. То есть душа получает знания от родителей, она получает знания от этого мира. Мы видим, что если люди, допустим, жили в разных странах, то они видят, что в разных странах разная культура. Я давал недавно семинар лекции, сейчас, возможно, сидя дома, я общался сразу с пятью городами Канады и Америки. То есть пять городов присутствовали мои слушатели моих лекций, и мы с ними беседовали. И был такой вопрос, что очень трудно построить отношения с американцем, русскому человеку. Разная культура, взаимопонимание очень труднодостижимо. Это означает, что душа по своему душе, душа по своей природе, она как искорка, которая загорается тем цветом, тем светом, которым ее зажигают. Понимаете? У нее есть свой способ сиять, но все равно тот свет, который на нее направляют, он очень важен. И самый лучший свет — это духовный свет. Духовный свет исходит от духовной истины, от высшего проявления духовности. Это святые люди, которые освящены Богом и Господь. То есть отношения к себе и к Богу являются самыми важными, они формируют все другие отношения, потому что отношение к Богу дает возможность понять себя, потому что душа становится освященной благодаря отношений со святостью. То есть мы сами себя лучше понимаем очень глубоко, благодаря отношениям со святостью. Как вы думаете, когда в полной степени мы осознаем, понимаем мы себя или нет, в какой момент? Когда душа выходит из тела, тогда она понимает, знала она себя или нет. Потому что когда человек не понимает о себе ничего, он думает, что я Олег Геннадьевич Тарсунов, я там врач, кандидат наук. Но когда душа выходит из тела, она перестает быть Олегом Геннадьевичем Тарсуновым, врачом, кандидатом наук. Она становится просто душой, которая пойдет в следующую жизнь дальше. И если я был обескуражен своими титулами и тем, что я имел в этой жизни, настолько, что не понимая себя внутри, не понимал, допустим, что я живу вечно, и что у меня были другие жизни, и я там по-другому себя вел. Если я этого не понимаю, то тогда в момент смерти человек вообще ничего не понимает. Он не понимает, как дальше жить. И если человек обескуражен пониманием себя, то это всегда несет ему страдания на каждом этапе жизни. Допустим, я очень сильно пострадал от того, что я сначала вырос с 12 до 15 лет и был почти выше всех в классе, а потом все меня перегнали. И так как я отождествлял себя с телом, я думал, что я тело, мужское тело, которое должно быть красивым, из-за этого у меня был жуткий стресс. Я начал есть морковку, чтобы вырасти, пожелтел. В это время была эпидемия желтухи в школе, и меня забрали в больницу, где я благополучно переставил, был с желтым, потому что там морковку не давали. Ну, это все как сейчас смешно, но тогда это было достаточно трагично. Причина этой трагедии заключается в том, что я перепутал себя с телом, с молодым телом. Так часто молодые люди, и моя сестра так себя вела, и моя дочь так себя вела, молодые люди, и я так себя вел. То есть молодые люди часто склонны в молодом возрасте, девушки склонны худеть, бороться за свою красоту из последних сил. Мужчины склонны качаться целыми днями, тоже что-то из себя делать. Причина – неправильное отношение к себе. Потому что, в принципе, нормально можно учиться быть красивой в молодом возрасте и сильным в молодом возрасте, но если человек из этого делает трагедию, если одна из моих близких людей сказала, я буду делать как бы пластику носа, мне нос мой не нравится, это уже безумие. Это означает, что восприятие чего-то внешнего становится сутью жизни. Это сложная тема. Точно так же я врач, допустим, но если сейчас, допустим, что-то произойдет, и я не могу быть врачом, что тогда? Тогда у меня нет жизни, я страдаю. Или я русский, допустим, но русский, попавший в Америку, он уже не русский. Там никому он не нужен, как русский. И он страдает от этого страшно. Он начинает песни петь. Там крещатик, крещатик, я снова к вам опять приеду. И так далее. То есть, понимаете, о чем я говорю? Что есть определенное поверхностное понимание себя как личности. Все это нужно. Быть русским, быть доктором и так далее. Все это нужно. Но это не является сутью человека. Или я старею. Часто женщине стресс. Она всегда строила глазки и в какой-то момент начала замечать, что никто не обращает внимания на ее построение глазок. И это стресс. Она видит, что жизнь дала трещину. Но ты не тело. То есть, не надо об этом беспокоиться. Не надо отождествлять себя с той, которая должна всю жизнь строить глазки. Тогда возникает вопрос, а что тогда делать? Если это не то, что я должен делать, что я должен тогда делать? То есть, взаимоотношения с этим миром всегда основываются на нашем понимании вещей. Понимание вещей всегда дает возможность человеку быть сильнее в отношениях и получить счастье в них. Допустим, уверенность бывает просто слепая, как слепая храбрость, допустим. Или воин храбрый, потому что он знает, как правильно себя вести в бою. Или он храбрый, потому что он слепой. Разная храбрость. Знание дает человеку возможность быть счастливым в жизни. Знание об отношениях — самое главное знание. Отношение к себе, к Богу, отношение со всем, что связано в этом мире. Это главное знание. А выше него ничего не стоит. Это знание самое сложное также. Те вещи, которые я сейчас вам говорю, может, кажется, вообще не заслужившие никакого внимания. Многие люди думают, ну зачем мне говорить о том, что я не должна думать о том, что я красивая. Я не говорю о том, чтобы не думать об этом. Я говорю об отношениях. Допустим, если я на себя смотрю в зеркало, это не значит, что я отражение. Если я себя отождествляю с отражением в зеркале, то это уже безумие. Так? Точно так же отражение души на теле — это всего лишь отражение. И так как тело стареет, поэтому отражение меняется. Оно становится другим. Но если человек привык к тому отражению, которое он видел до этого, и отождествляет себя с ним, то наступает стресс. Человек страдает. Точно так же, допустим, человек получил травму какую-то телесную. Жизнь продолжается или закончена? Некоторые считают, закончена. Или человек потерял половые функции, допустим. Жизнь закончена или продолжается? Продолжается, но хуже. Большинство людей так считают, потому что они привязаны к этим функциям. Они считают, что эти функции являются основой жизни. Это иллюзия. Эта иллюзия даст свои плоды однозначно, потому что существует такой закон. Чем больше человек привязан к какой-то функции своего тела, тем больше эта функция будет ему давать страдания. Как этот закон работает? Через эгоизм. У нас в психике есть эгоизм. Если я, допустим, сильно хочу сексом заниматься, то туда будет скапливаться энергия эгоизма. Половые органы станут сильно чувствительными. В результате развивает мужская или женская импотенция. Понимаете, о чем я говорю? Чем больше я привязан, я привязан к коже. Я хочу, чтобы я была красивой, допустим, женщиной. Это необходимое желание для женщины. Но если это желание становится слишком сильным, кожа становится чувствительной и болезненной. И уже никакие крема к ней не подходят. Понимаете, да? То есть болезненное восприятие отражения себя в зеркале приводит к болезни. Если я сильно привязан к тому, что я вижу перед собой, это значит, что это уже болезнь, неправильное отношение к себе. Отражение важно, тело важно, за ним надо ухаживать, следить. Женщина должна быть красивой, мужчина должен быть сильным. Но если мужчина думает, что сила мужская является основой жизни, то есть я шварценеггер, хорошо, подожди лет 15, ты увидишь, что ты не можешь уже быть шварценеггером, потому что твое тело уже не такое молодое, и оно не может быть таким же сильным. Оно стареет. И тогда надо уже колоть анаболики, для того, чтобы поддерживать свой результат. Инвалидизация, болезнь. Человек становится больным. Или певица, вот эти вот наши классические примеры, в 70 лет молодуха, да? Ну то есть это же смешно, просто безумие, когда на это смотришь, то просто понятно, что человек страдает. Казаться красивой, да, когда уже нечего показывать уже, натягивать щеки на шею, там, делать еще что-то из себя. Ну смешно же. Ну просто прими свое тело, какое оно есть. Зачем из него что-то выдумывать? Витя, пока человек не строит свои отношения с Богом, он божественность своей природы, глубину, чистоту осознать не может, потому что отношение к себе через призму взгляда общества на меня, допустим, я певица. Ну хорошо, сейчас ты певица, ну стань учителем певицы потом, или стань певицей уже не молодой, пой там, допустим, какие-то уже песни другие, и там, там, что-нибудь про встречу и разлук. 70 лет. Пританцовываю. Ну а что-нибудь более глубокомысленное. Это все зависит от отношения к себе. И отношение к себе является силой, которая влияет на отношения с другими людьми. Человек, который не удовлетворен в самом себе, он не может никому принести счастье. Удовлетворенность в самом себе от меня лично не зависит. Она зависит, опять же, от моих соотношений с Богом. Сейчас внимательно слушайте меня, это важная тема. Важная тема то, что чаще всего люди не знают. Люди чаще всего не знают, что в теле находятся две души. Одна из них называется душа или я, а вторая называется сверхдуша. И сверхдуша — это представительство Бога в нашем сердце. В ведах называется параматма. Парам-атма. Атма означает душа, парам означает высшая душа. Высшая парам, высшая. Парам-атма, параматма. И эта высшая душа, чем она занимается? Она дает возможность душе контактировать с этим миром. Душа по своей природе духовна, то есть она не связана с этим миром напрямую. Она связана через Бога с этим миром. Например, мы, когда кушаем, пищу глотаем, мы контролируем, что там происходит или нет? Кто из вас контролирует? Поднимите руку. Кто вот? Все, дальше все это усваивает. Есть такие люди? Нет, никто не знает, что там происходит. Мы только догадываемся по последнему какому-то моменту, когда оп! И хочется уже пойти с лекции, чтобы потом не запахло. То есть в какой-то момент нам дают сигнал, что надо все это дальше удалять из тела. Но мы не осознаем, мы у нас нет, мы не отдаем себе отчет, откуда сигнал пришел. Я привожу обычно такие примеры. Я обычно прошу после еды, там 15-20 минут отдыхаю всегда. Прошу жену, чтобы она подняла меня, сказала, пора вставать. Она обычно говорит, пора вставать, я встаю. Но один раз произошло необычное явление. То есть я услышал, пора вставать. Встал, подошел, сказал спасибо, что разбудила. Она говорит, а я забыла. Я говорю, ты шутишь? Она говорит, нет. Кто разбудил? Физиологи говорят, это условный рефлекс. Развился условный рефлекс. Но веды по-другому это объясняют. Они говорят, что есть сверхдуша, которая является памятью в жизни человека. Она нас будит, она нас успокаивает, усыпляет или не дает спать. Она управляет всеми функциями в организме. Ощущение счастья выходит из сердца. Это наше чувство или нет? Чувство счастья. Оно нам принадлежит? Я стал счастливым. Ну что, если ты счастливый, то будь всегда счастливым. Почему бы тебе не быть всегда счастливым? Иногда я счастливый, иногда нет. Почему я иногда счастливый, иногда нет? Потому что от меня это не зависит. Счастьем наделяется человек изнутри. От кого-то приходит счастье. Кто-то там есть, который дает счастье нам. Никто не чувствовал в сердце раз, и счастье наступило тут. Раз, и счастье. Никто не чувствовал из вас. Все чувствовали ведь, правда? Раз, и счастье становится счастливым человек изнутри, вот здесь в сердце. Неожиданно. Кто из вас не может выйти замуж? А вы... Было такое у вас в жизни, что вы... Сами себе говорили. Я все равно выйду замуж. Не было такого? Вот девушка, светлая, я с вами разговариваю. С косичкой, с косичкой. Да. Ну вы не говорили себе, я выйду замуж все равно. А кто говорил так себе поднимите? Вы говорили, да? Себе? Доказывали, да? Ну как можно себе доказывать? Ну вот я все равно, то есть... Это мы там, нам так кажется, что мы себе говорим, понимаете? Вот подумайте, какой смысл, какой бред говорить что-то себе вообще. Ребенок, когда никого нет, он и не плачет, больно, он сидит просто. Как мама пришла, начинает плакать. Человек не может себе что-то делать. Он всегда делает что-то для кого-то. И когда мы говорим, я все равно выйду замуж. Кому мы это говорим? Богу, который живет в нашем сердце, в Святой Душе. У нас с ней очень глубокие отношения, настолько глубокие, что мы к ним привыкли настолько, что мы не замечаем этих отношений. Я разок спал, как-то так спал, неудачно совершенно, как-то рука была задрана, и у меня сердце, что ли, остановилось. Ну, я перестал дышать, короче. Я обнаружил себя сидящим на кровати и вот так вот резко дыхательные движения делающим. Я в этот момент проснулся и обнаружил себя в таком положении. И первая мысль ко мне пришла в голову, знаете, какая? Кто меня посадил и кто дышит сейчас? Я спал. Когда я сплю, я не дышу. Но меня кто-то посадил, и я проснул, смотрю, тело дышит, раздышивается. Чувствуете, нет, что есть кто-то там внутри, о ком мы не догадываемся? И мы говорим, у меня всё будет в жизни хорошо. Кому? Или чувствуем, что в жизни всё будет хорошо. От кого? У кого не было никогда сомнений, что вы выйдете замуж? Поднимите руку. И всё так и получилось, да? Нормально всё получилось, да? А почему у вас не было сомнений? От кого приходят сомнения? Откуда вы знали, что вы выйдете точно замуж? Внутри было это чувство. От кого? От Бога. Но вы же об этом не задумывались, правильно? Теперь, а кто чувствовал всегда, что трудно будет выйти замуж? Поднимите руку. От кого? То же самое. И на самом деле нет никаких секретов в этом мире. Вот, например, знание будущего и прошлого, ощущение прошлого и будущего не является никаким секретом вообще. Мне, допустим, не надо сводки с военных действий там узнавать. Я могу просто сосредоточиться в сердце вот здесь и почувствовать, понять, что там происходит. И вы точно так же можете, если вы немножко потренируетесь. Так как я всю жизнь этим занимаюсь, я изучаю психику человека, мне несложно это сделать. Это несложные вещи, потому что там знание обо всём существует, обо всём на свете, в сердце. Это знание мне не принадлежит. Душа просто отражает знание. Ей просто нужно научиться строить отношения с тем, кто даёт знание. Что такое сомнение? Почему человек сомневается? Что такое сомнение? Сомнение — это когда с ним нарушены отношения с тем, кто в сердце. А что такое вера? А вера — это когда с ним установлены отношения с тем, кто в сердце. А что такое любовь? А любовь — это санкции, которые оттуда приходят. Или ты можешь любить человека, или не можешь? Можно заставить себя любить? Нет. Это санкции приходят оттуда. Любовь негаданно наглянет, когда её совсем не ждёшь. И каждый вечер сразу станет. Так удивительно хорош. И ты поёшь. И ты поёшь. Я почувствовал, что-то приятное будет такое здесь. Произойдёт что-то приятное. Не знал, что именно. Потому что Татьяна Тарасова, она славится своими неожиданностями. Она всегда неожиданная. Каждый день что-то новое. Сегодня сразу два новых события произошло. Я хотел просто в трико, вот как был дома, поехать покушать в вегетарианский ресторан. Ну, все свои. И ребята говорят, надо одеться. Олег Геннадьевич, вы же представительный человек. Я думаю, что-то не то тут. Сердце мне подсказывает, что-то там задумали в сердце. Не я, понятно, что Бог всё же знает уже, что там происходит. Я захожу, а там сидят человек сто, там свадьба вовсю гуляет. И мне сразу в руки цветы поздравляют невесту. Я ни сном, ни духом как бы не знаю, что происходит. Это вносит своё счастье в жизнь, когда такие неожиданности происходят. Но знания обо всех этих вещах даёт Бог в сердце. Но мы об этом ничего не знаем, поэтому и страдаем.